Юбилей Всероссийской общественной организации отметили с приглашением артистов Московского театра мимики и жестов. Такие концертные номера люди с отсутствием слуха понимают и встречаться стараются чаще. У нас самая первая проблема – это, конечно, общение. У нас глухие не слышат музыку, не слышат информацию. И мы стараемся их объединять и преподнести, и рассказать, показать, перевести жестами русского языка песни. Пригласили на праздник не только сочинцев, а в нашем городе около 300 человек с проблемой слуха, но и жителей других районов Краснодарского края. Кроме того, поздравить с 90-летием Всероссийского общества глухих прибыли иностранные делегации из Японии, Монголии, Узбекистана и Беларуси. Им глава города вручил памятные книги, а в Сочи, в свою очередь, гости тоже сделали подарки. Мне даже кажется, что эти люди, они даже более активные, чем те люди, у которых нет ограничений по здоровью. И это очень важно. По большому счету, эти люди являются примером жизнелюбия, примером активности. О душевных качествах и стремлении жить, несмотря на недуг, говорил и вице-президент Всероссийского общества глухих. Пример тому – сочинка Евгения Рожковская, ставшая в крае в прошлом году победительницей конкурса красоты. Наша самая главная задача – это показать наши достижения, наши возможности неограниченных людей. Местные власти отметили, что для реализации творческих и спортивных возможностей глухих в Сочи есть все возможности. И пообещали в дальнейшем оказывать им поддержку. Кстати, сочинские спортивные активисты с ограниченным здоровьем чаще всего в крае занимают лидирующие места. Елена Всецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.